Всем привет, ребята, меня зовут Богатейши Ди, и добро пожаловать в новое видео. Дай угадаю, хранишь свои криптовалюты на бирже? На Бинансе, а может быть на Байбите или даже на Коинбейсе? Вот тебе твое предупреждение. Твоя криптовалюта на любой бирже может быть заморожена, и ты потеряешь доступ к своим деньгам. Вот почему я не рекомендую хранить все свои деньги на бирже. Не твои ключи, не твоя криптовалюта, запомни. Да, самостоятельное хранение криптовалюты – это ответственность, и это нужно уметь делать. Ты не должен как минимум потерять свою секретную фразу от кошелька, но одновременно с этим это безопасность и спокойствие души. Сегодня днем СЕК подает прошение в суд о заморозке активов Бинанса. Пока что только корпоративные активы и только для американского подразделения Бинанса. Однако пользователи боятся, что следующий шаг – это заморозка клиентских активов и не только в Америке. Но все-таки это прошение СЕК совсем не обоснованно. СЕК даже не дали возможности Бинансу понять свои нарушения и договориться о каком-нибудь решении. Они просто сразу же требуют заморозить активы американского подразделения Бинанса. Гарри Гэнслер, очевидно, хочет, чтобы его воспринимали всерьез. Кстати говоря, только что стало известно прямо во время моей записи, что суд удовлетворил запрос комиссии на заморозку активов Бинанса и дочерних компаний в США для того, чтобы Бинанс не успел вывести свои активы. Речь идет также о компаниях BAM Management и BAM Trading. Также суд обязал Бинанс в течение 10 дней вернуть клиентам все фиатные валюты и криптоактивы, которые находятся на счету Бинанс УС и ее дочерних компаний в Америке. Исходя из данных LookOnChain, один из крупнейших маркетмейкеров Cumberland уже вывел суммарно почти 25 тысяч эфиров с Бинанса и Coinbase. Также он вывел Axie Infinity, Shiba Inu, интернет-компьютер LinkAwe и перестал торговать файлкоином после того, как SEC назвала его ценной бумагой. За последние 24 часа маркетмейкер вывел 23 миллиона Binance USD с Бинанса и отправил их на другую биржу. Несмотря на это, биткоин вообще не реагирует на эти новости. И что же это значит? Мне очень понравилось объяснение Вилла Клименте. Он пишет, обычно актив достигает дна цены тогда, когда цена больше не реагирует негативно на плохие новости. При этом пик цены можно определить тогда, когда цена больше не реагирует на хорошие новости. Биткоин сейчас реагирует так, как будто большинство из тех, кто собирался продать за последние полтора года, уже сделали это. И это правда, мы увидели как минимум 4 супер плохие новости, 2 судебных иска против крупнейших бирж не только в США, но и в мире. Суд замораживает активы Binance US и наконец SEC атакует целый ряд криптовалют, называя их незаконными ценными бумагами. Так, например, Robin Good уже заявляет о том, что рассматривает возможность D-листинга упомянутых SEC криптовалют. Например, Solana, Polygon и Cardano. И биткоин на этом фоне едва ли упал. Да, мы видим эту просадку, но он, в принципе, восстановился. Хотя, по идее, должен был обвалиться со страшной силой, как после банкротства MT-GOX. Вполне возможно, что мы находимся в такой же ситуации, как и после банкротства FTX, когда биткоин рухнул, но быстро восстановился. И вполне возможно, что именно это и есть локальное дно. Об этом также говорит индикатор Джима Крамера. В твиттосфере он достаточно известен как человек, который делает прогнозы наоборот. Он написал, сегодня всем, кто трудится над поддержкой криптовалют, придется включать режим повышенной трудоспособности. Суд против Binance настолько разрушителен, что защитникам Binance придется серьезно потратиться, чтобы поддержать эту криптофикцию. В комментариях сразу же написали, дно найдено, время для пампа. А известный криптовалютный блогер Digital Asset News сразу же подметил, что криптовалюта после этого объявления хорошо подросла. Но не нужно воспринимать это как гарантию, ничего не гарантировано. Например, трейдер Bitfinext пишет. Тезер бегут спасать биткоин. Генеральный директор Binance CZ активировал 300 аккаунтов для воштрейдинга, чтобы продавать и покупать биткоину самого себя. И повторять эти действия для того, чтобы сказать, видите, биткоин растет, все эти судебные иски SEC просто-напросто фат. То есть психологическая манипуляция, чтобы вызвать страх и панику у трейдеров. Конечно, это просто фиктивная торговля, а не реальный спрос, заканчивает свой пост Bitfinex. Что ж, вполне себе жизнеспособная теория, особенно учитывая то, что в судебном иске против Binance SEC обвиняет CZ в этой манипуляции, воштрейдинге, для искусственного завышения объемов торгов на Binance. А теперь я хочу показать тебе прямой ответ генерального директора Coinbase после того, как SEC подала на них в суд. Он пишет, что касается иска SEC против нас, мы гордимся тем, что представляем криптоотрасль в суде, чтобы наконец прояснить правила криптовалют в США. Помни, первое, комиссия по ценным бумагам и биржам проверила наш бизнес и разрешила нам стать публичной компанией в 2021 году. Второе, нет никакого способа зайти на рынок в США и зарегистрироваться там, мы неоднократно пытались, поэтому мы просто не добавляем на площадку ценные бумаги, мы отклоняем большинство криптовалют, которые рассматриваем для листинга. Третье, все KCFTC сделали противоречивые заявления и даже не пришли к единому мнению о том, что является ценной бумагой, а что товаром. И четвертое, вот почему Конгресс США представляет новое законодательство для рассмотрения. Чтобы исправить эту ситуацию, а остальной мир на этом фоне стремится установить четкие правила для поддержки криптовалютных технологий. И вместо того, чтобы опубликовать четкий свод правил, комиссия по ценным бумагам и биржам применила подход принудительного привлечения к ответственности, что наносит большой ущерб Америке. Это по факту не только война против криптовалюты, но и война против Америки. Так что, если нам нужно воспользоваться судами, чтобы получить криптовалютную ясность в США, пусть будет так. Иск против Coinbase сильно отличается от других. Жалоба, поданная против нас, сосредоточена исключительно на том, что является или не является ценной бумагой. И мы уверены в наших фактах и в нашей законности. То есть, директор Coinbase уверен, что закон на их стороне. Мы пойдем до конца, пишет он. А пока давайте продолжать строить нашу любимую криптовалютную индустрию. В конце концов, Америка поступит правильно. Есть два типа реакций, ребята, на рынке, на то, что происходит сейчас. Первый – это возмущение тактикой SEC и открытой враждебностью регулятора по отношению к криптовалютной индустрии. И второе – облегчение, да, ты не ослышался, облегчение, что SEC наконец сделала свой выбор. Мы понимаем, кто есть враг. Не все так плохо, жизнь и бизнес продолжается. А мы получили возможность бороться, друзья, и мы будем бороться. Мы пойдем до конца за свободу, за криптовалюту, за биткоин. И, конечно же, за сильную Америку, где криптовалюта будет регулируемым и законным активом. И только представь себе, что будет после всех этих судов, когда криптовалюта, биткоин, рипл-экс-арпи, криптовалютные биржи – все это будет законом в США, все это будет регулироваться в США, все это будет подчиняться правилам в США. Да мы же взлетим просто на Луну. И многие пожалеют, что поддались на эту панику. Многие пожалеют, что ими сманипулировали. Ну а меня зовут Богатейший Ди. Увидимся в новых видео. До скорого. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok